Мы в эфире. Всем добрый вечер. Меня зовут Климова Марина. Я буду сегодняшним модератором. Я рада приветствовать вас на нашем втором вебинаре из цикла «Школьная неделя» с Клубом приемных семей Благотворительного фонда «Арифметика добра». Сегодня наш вебинар будет посвящен такому важному вопросу, как различные формы обучения. Сегодня мы разберемся о том, как же правильно юридически их оформить, а также поговорим о ЦПМПК. Пока наши зрители собираются, я попрошу написать вас в чат, хорошо ли нас слышно и видно. Ну и, конечно же, буду снова зазывать вас в наш Клуб приемных семей. Практически каждую субботу в нашем офисе на Павелецкой проходят различные мероприятия как для родителей, так и для взрослых, тренинги, встречи со специалистами, психологические группы, занятия по арт-терапии и многое другое. Для подростков у нас есть подростковый клуб. Помимо этого у нас прекрасная театральная студия и проходит множество профориентационных и досуговых мероприятий. Для родителей детей-подростков, подростками мы считаем детей 10+, доступны консультации юристов и психологов. Вступить в клуб достаточно легко. Нужно быть действующим приемным родителем и заполнить анкету на сайте Арифметики Добра. Я сегодня обязательно в чат ее тоже пропрошу, ссылочку. В чате пишут, что нас хорошо и слышно, и видно. Я очень рада. И самое время представить нашего сегодняшнего прекрасного спикера Юлия Александровна Чесалина, адвокат, эксперт в области семейного, гражданского и наследственного права, автор книги «Десять золотых правил приемной многомамы». Юлия Александровна, я удаляюсь, появлюсь в конце, прочитаю все вопросы, а вы, уважаемые наши зрители, по ходу лекции, как раз их пишите в чат. Я обязательно их все запишу и передам в конце. Спасибо. Здравствуйте всем. Рада вас приветствовать. Сегодня у нас такая интересная с вами достаточно тема относительно психолога-медика, наверное, педагогического сопровождения детей не только в приемных семьях, а вообще в целом детей. Значит, поскольку моя трудовая деятельность раньше была связана в первую очередь как раз с приемными опекунскими семьями достаточно большой период времени, более 15 лет, я вот как раз провела в непосредственной работе с вот такими насущными проблемами, соответственно, приемных детей, их воспитания, обучения и так далее. Значит, у нас есть вопросы. Приблизительный алгоритм наших сегодня с вами действий. И я бы, конечно, не хотела погружаться в большой такой, знаете, перечень и пласт федерального законодательства и засыпать вас такими комментариями, да, к законам там и всему остальному. Я постараюсь быть максимально, наверное, говорить с вами максимально на доступном русском языке, всем понятном. Значит, вот я попрошу вывести сейчас на экран, если это возможно, картинку федерального ресурса такого, федеральный ресурсный центр психолого-медико-педагогической комиссии. Если сейчас это невозможно сделать, то я давайте о нем расскажу. Значит, на просторах интернета существует вот этот ресурс, который, не знаю, сейчас я постараюсь вам показать, наверное. Не знаю, будет ли вам видно, да. ФРПЦ, ПМПК. Вот так вот я, наверное, поближе подведу к экрану. Не знаю, видно вам или нет. Значит, это федеральный ресурс, в котором максимально в поисковике вы нажимаете, вот как я сейчас делаю, соответственно, на три полосочки с левой стороны и выплывает навигатор ПМПК. Мы вывели в эфир, на экране все есть. Я прошу вас. Спасибо. Соответственно, вот три полосочки сбоку, да, вы там нажимаете, и у вас выплывает навигатор ПМПК. Если вы нажмете на этот навигатор ПМПК, то дальше, соответственно, появится ресурс, где вы можете выбрать, в каком регионе вы проживаете на территории Российской Федерации. Почему я хочу начать именно вот с этого электронного ресурса, потому что я могу сегодня много говорить, и буду, конечно, говорить, но чтобы каждый из вас смог самостоятельно потом изучить этот пласт информации, может быть, найти для себя какие-то дополнительные ответы на ваши конкретные вопросы по конкретным ситуациям, вот как раз этот ресурс, он и поможет вам это сделать. Значит, вот там можно по региону прям выбрать регион, там Москва, Московская область, ну, то есть по всей России совершенно, и все вопросы, собственно говоря, для себя просветить. То есть здесь идут и нормативно-правовые документы, и федеральные законы, и условия там ПАВГОС, организация образовательной деятельности, формы обучения, то есть получение образования, по каким формам происходит, вопросы ГИА, итоговая аттестация, то есть это девятый класс актуально для подростков, так скажем, да. Дальше идут материалы даже для специалистов и различные инструкции. Вот тут я хочу остановиться. Вот, наверное, в качестве сразу совета на будущее, любая ситуация, с которой вы можете столкнуться, проблемная в вашей конкретной жизни с вашим ребенком, вы должны обращаться письменно, то есть будь то детский сад, то есть дошкольное образовательное учреждение, или школа, или даже колледж, любой вопрос, связанный с образованием, не должен заканчиваться просто в кабинете директора, или просто в кабинете у врача, просто разговором. То есть должно быть обязательно сформулировано в любой форме ваша проблема, которую вы излагаете на листе и передаете, соответственно, в образовательное или медицинское учреждение и просите ответить на вопрос, если вы чего-то не понимаете. И просите, соответственно, не просто ответить на вопрос в беседе с вами, а, соответственно, получить письменный ответ. Тогда, во-первых, вы зафиксируете факт своего обращения о защите прав ребенка, которому вы являетесь законным представителем на сегодняшний момент, поскольку у нас с вами клуб приемных семей. И, соответственно, вы в этой ситуации в первую очередь страхуете себя, во вторую очередь вы получаете ответ, где будет изложен порядок ваших действий. Вы можете, например, с ним не согласиться и в последующем обратиться в органы прокуратуры или в вышестоящую организацию, то есть кто руководитель. Сейчас же у нас обычно центры, то есть детский садик прикреплен в какой-то школе центральной, как филиал. То есть всегда нужно начинать с низов и обращаться дальше выше. Значит, это в качестве рекомендации. Желательно все-таки обращения собирать и, в общем, папочку собирать. Но в конце будут вопросы, на которые я отвечу. Может быть, кто-то подробнее, если захочет, объясню. Значит, вот давайте пройдемся по формам обучения. Здесь нужно понимать, в чем разница. Вот у нас есть форма, грубо говоря, обычная школа во дворе. Есть такие формы обучения, которые в этой школе можно тоже получить, заочная, очная, очно-заочная. Это те формы, которые может получить любой ребенок, соответственно, необязательно, который имеет какие-то отклонения в состоянии своего здоровья. То есть абсолютно любой ребенок. Дальше мы семейная форма обучения. Вот семейная форма обучения – это тогда, когда семья, то есть родители, вы, например, приемные родители, несете ответственность за это обучение самостоятельно. А школы несут ответственность только за то, чтобы организовать аттестацию промежуточную. И все. Дальше надомная форма обучения. Вот надомная форма обучения, она предполагает наличие медицинского диагноза или каких-то показаний, заявления родителей. И здесь уже это и ответственность школы в том числе. Значит, формы образования, они у нас отмечаются, дается перечень их, так скажем, статья 17 федерального закона об образовании. Любой из вас может его открыть в поисковике в интернете и посмотреть. Ну вот основные формы я сейчас назвала. Соответственно, еще раз, в чем разница. Значит, обычная форма обучения, то есть стандартная, когда ребенок приходит, точно обучается и по общеобразовательной программе учится. вот там же он может получить заочно-очно-заочно-заочно, в том случае, если вы имеете это желание и совсем не обязательно иметь какие-то диагнозы для этого. Семейная форма тоже самое, но это прежде всего ваша ответственность, а школа только организует аттестацию. Ненадомная форма – это когда обязательно медицинское заключение. Ну вот, например, кстати, часто вот этот формат надомной формы, он, например, используется тогда, когда ребенок долгое время находится на лечении в медицинских организациях. Вот, например, там тоже это используется. Если говорить о заочных, очно-заочных или даже смешанном каком-то формате, как правило, это дети, которые, наоборот, не имеют проблемы со здоровьем, а спортсмены. То есть, да, когда они уезжают на сборы, они где-то заняты, вот тогда целесообразно использовать именно эту форму, и, в общем, школы вполне себе охотно на это идут. Так, что еще? Значит, разница, да? Для чего нужна ПМПК? Психолога-медика, педагогическая комиссия. Значит, а даже в самом названии, да, уже у нас звучит психолога-медика, педагогическая комиссия. Значит, вот на эту комиссию вы идете либо самостоятельно, то есть вы собираете комплект документов, я не буду сейчас на нем останавливаться, он в открытом доступе, на МОСРУ находится, на госуслугах находится, на вот этом федеральном ресурсе, который я вам сейчас привела. вы самостоятельно можете этот ресурс вполне изучить по списку. Смысл в том, что есть ситуации разные, когда, например, ребенок страдает каким-то заболеванием, и когда вы вынуждены обратиться на ПМПК, то есть в силу того, что он просто не может по состоянию своего здоровья освоить общеобразовательную программу. И тогда вот эта ПМПК-комиссия проводит диагностику, и вот на этой диагностике определяется образовательный маршрут для вашего ребенка, который потом в последующем часто каждый год корректируется, кому-то ставят корректировку раз в три года, то есть все зависит действительно от состояния здоровья ребенка. А есть другая ситуация, когда, например, ребенок не успешен в школе, когда его начинают, как вам сказать, ну, принижать, что ли, да, выясняются, получаются какие-то конфликты, и часто они как раз возникают в результате неуспешности ребенка. Правда, я, конечно, в своей практике и складывалась, и сталкивалась, извините, и совсем с другими тоже ситуациями, когда не то, что неуспешность ребенка, а конфликт, знаете, такой межличностный конфликт, как не прискорбно сказать, между педагогом и ребенком, вот это надо, ну, как бы четко различать для себя и для себя понимать, то есть действительно ли у вашего ребенка имеются проблемы, которые нужно корректировать, и эта комиссия создана прежде всего для того, чтобы помочь вам в этом, сделать так, чтобы ваш ребенок был успешным и смог получить образование в той форме, в которой, значит, для него удобно. Либо, когда школа вдруг начинает использовать вот это ПМПК как устрашающий набор букв для ребенка-хулигана и его родителей, вот это, конечно, ну, как бы надо различать, да, эту ситуацию. В чем здесь, как бы, разница? Дело в том, что на эту комиссию недостаточно только желания школы, так скажем, да, да, они могут написать заключение педагогического консилиума о том, что ребенок нуждается в индивидуальном образовательном маршруте, что он не может обучаться, как бы, вместе со всеми детьми и, как бы, предложить вам, рекомендовать вам, да, обратиться на эту комиссию, а вы уже вправе выбирать, соответственно, будете вы это делать или нет. Это предусматривает Семейный кодекс Российской Федерации, то есть это ваше право выбирать форму получения образования вашим ребенком, и никто вам не вправе диктовать в этой ситуации, то есть за вас выбирать, в какой форме ребенок должен ваш учиться. Поэтому ни школа, ни орган опеки и попечительства не могут вас заставить сменить форму обучения ребенка, либо пройти вот эту комиссию. То есть вы вправе сами принимать это решение. Другое дело, как вы будете в этой ситуации защищаться и действовать действительно объективно в интересах ребенка, да. Значит, еще раз вернусь, что вот это ПМПК, оно предусматривает не только направление вот этого консилиума, но также еще заключение врачей. Каких врачей? Значит, это врач-психиатр, то есть идете с ребенком, берете справку, что он не стоит на учете у психиатра. Но тут тоже осторожно. У меня, например, на практике была такая ситуация, реальная жизненная история, когда в одном из районов Москвы вот так вот приемная мама обратилась, значит, к врачу-психиатру, причем сама без ребенка, и просто попросила совета. А потом, в последующем, через много лет, значит, всплыла такая история, что, оказывается, ребенок проходил там лечение, и даже была медицинская карта, и якобы не один раз являлся. Я понимаю, что это исключение исправил, но все равно это, ну, как бы, настораживающая история. Она действительно имела место быть, и пришлось, в общем, судиться и с, соответственно, этим диспансером, и с врачом. В общем, очень много было потрачено сил, нервов и всего остального. В итоге был достигнут положительный эффект, но вместе с тем это неприятная история. Поэтому любой поход к врачу-психиатру, я всем это совет, и должен быть вами 150 раз обдуман. Плюсы, минусы и реальные показания, потому что постановка на учет к врачу-психиатру, и там, да, есть консультативный, да, знаете, учет, есть диспансерный учет, это разница большая, но вместе с тем ничего хорошего в будущем для вашего ребенка не принесет, начиная от обучения и заканчивая возможностью получить различные профессии. Поэтому все здесь должно быть вами максимально обдумано в этой ситуации. Значит, справка от психиатра, возвращаясь к списку. Дальше, значит, окулиста заключения и заключения лора и педиатра, ну, по возрасту там или подросткового врача, да, кто, в общем, как делает выписку такой, да, из общей амбулаторной карты ребенка. Значит, и вот здесь выясняется, действительно ли у вашего ребенка есть показания для прохождения вот этого ПМПК и организации индивидуального образовательного маршрута именно в связи с тем, что ребенок по состоянию здоровья ввиду наличия каких-то диагнозов у этих врачей, да, нуждается в организации этого индивидуального образовательного маршрута. Вот, соответственно, и даже тогда все равно вы принимаете решение, идете ли вы с ребенком на ПМПК. В целом, если, в общем, все соблюдено правильно и действительно у ребенка есть показания, да, то, конечно, нужно пойти, потому что эта комиссия, она в первую очередь все равно создана для того, чтобы и вам, и вашему ребенку в первую очередь помочь, да. Поэтому все-таки страшится, как бы, да, если действительно есть какие-то диагнозы, и ребенок нуждается в помощи, то проще это сделать, потому что, ну, вот тоже пример из жизни буквально сейчас, вот в одном, опять же, из районов Москвы ребенок, находящийся в приемной семье, уже не первый год сдает ГИА после девятого класса. Безуспешно сдает это ГИА. Соответственно, не один раз уже было рекомендовано, что нужно пройти, соответственно, комиссию, что ребенок не тянет по состоянию здоровья, но вот приемный родитель дождалась того, что, в общем-то, прошло уже два, это, получается, это уже третий круг, на третий круг это вся ситуация пошла, и, ну, как бы, уже понятно, что ребенок не сдаст эти экзамены после девятого класса, и нужно грамотно и хорошо выйти из этой ситуации, а выйти можно так, что по заключению вот этой ПМПК как раз ребенок не будет сдавать это ГИА по основной общеобразовательной программе, а по другой будет это делать по упрощенной. Это вот как бы из плюсов, да, я вот вам объясняю. Конечно, дай Бог здоровья всем нашим детям, и чтобы они все успешно прошли все эти испытания, ЕГЭ, ГИА и все остальное, и все у них складывалось самым наилучшим образом. Но вот если у ребенка есть диагнозы, и вы это очевидно видите, то лучше, конечно, действительно обратиться к специалистам, получить помощь и простроить этот образовательный маршрут. Так, дальше. Вот что еще? Вот эти вопросы по МПК, они курьируются не только федеральным законом об образовании. Я вам сейчас перечислю, я специально выписала эти законы. Значит, в том числе эта ситуация затрагивает федеральный закон об основах охраны здоровья граждан, поскольку это с медициной связано, 323 закон, о социальной защите инвалидов, 181 закон, о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании. Это закон номер 31.85-1. Ну и федеральный закон об образовании, это 273. Вот на стыке, так скажем, этих законов и функционирует вот эта, назовем, давайте так, ее система по МПК. В первую очередь, конечно, признанная функционировать в интересах детей. Я сейчас смотрю на перечень вопросов, который был для меня как бы как для вашего лектора сегодня определен, значит, вот на него ориентируясь. Значит, специализированные и корректирующие программы, какие бывают. Дело в том, что вот эти специализированные и корректирующие программы определяет как раз, так скажем, консилиум врачей, специалистов, психологов и психиатров, которые в составе по МПК. И, конечно, здесь сейчас в нашем с вами вот этом эфире небольшом учебном занятии я все, конечно, не перечислю. Все зависит от диагноза, которого у вашего ребенка. Что вообще такое, кстати, давайте еще по МПК, как это выглядит, если у нас есть слушатели, которые не раз там не были еще. Значит, вот вы собрали этот комплект документов. Например, если вы идете самостоятельно, то это ваше заявление, характеристика медицинского ребенка из школы, заключение врачей, специалистов и еще тот перечень, который указан. В основном это уже паспорт, свидетельство о рождении у кого по возрасту, регистрация и все остальное. Значит, вот вы пришли на эту комиссию, написали заявление, вас через какой-то период времени, как правило, в течение месяца эта комиссия назначается. Иногда даже прописывают, что в течение 10 дней комиссия обязана среагировать на ваше заявление и назначить, так скажем, дату, когда вы должны появиться. Как правило, ребенок проходит образовательные тесты в той форме, в которой по возрасту он может пройти и так далее. Это математика, русский язык, иногда чтение, как вообще себя ребенок ведет в ситуации, оценивается. Это такая комиссия, которая оценивает уровень развития ребенка, соответствует, не соответствует возрасту, и в силу медицинских обстоятельств каких-то здоровья, насколько ребенок в состоянии справиться с той или иной образовательной программой. И вот тут как раз выбирается образовательный маршрут. Ребенок приходит обязательно с законным представителем на эту комиссию. Бывают случаи, когда там просто законный представитель или рядышком сидит на стуле, или находится за, то есть, ребенка приглашают в кабинет, а законный представитель остается за дверь. Такие тоже ситуации встречал. В этом, в общем, нет ничего критичного. Ребенок может по-разному себя вести в вашем присутствии и без вас. Поскольку решается вопрос обучения, я считаю, нужно адекватно на это реагировать. Если, конечно, вы за что-то опасаетесь, можно, конечно, настаивать, что вы можете присутствовать с ребенком, но все это опять очень индивидуально, конечно, надо решать. Я сниму с себя ответственность давать сейчас такие советы. Значит, где искать сайт? Я вам уже сказала, где искать сайт. Значит, обязательно ли идти в коррекционную школу или инклюзия пришла в государственную школу? Вот тут, понимаете, вопрос спорный. На самом деле, к сожалению, наш менталитет и вообще ситуация, которая складывается в образовательных учреждениях, с одной стороны, говорит о том, что да, инклюзия пришла в школу, с другой стороны, это все равно вопрос психологического комфорта вашего ребенка в этом образовательном учреждении. Если мы представим себе ситуацию, когда идет занятие в каком-то классе, где сидит 36 человек, и на задней парте находится не совсем здоровый ребенок, который... Одно дело, который может сидеть спокойно, да, и реагировать, а другое дело, когда могут срываться учебные занятия, то тогда нервничают все. И ваш ребенок, и дети, которые там находятся, и педагог, который занимается. То есть, где здесь будет плюс, я не знаю. Это сугубо мое, конечно, личное мнение. Поэтому это каждому конкретному, наверное, родителю нужно решать с тем образовательным учреждением, куда вы собрались идти. То, что вам обязаны это предоставить, это действительно есть. Опять же, есть перечень в медицинских диагнозах, кому это положено, а кому нет. Я, конечно, перечень сейчас приводить не буду. Здесь важно понять, что кто такие тьютеры, да, вот инклюзия в школе, что это такое? Это значит, что ребенку должны представить тьютера. Тьютер, как правило, это тот же работник образовательного учреждения, то есть, как правило, это педагоги начальных классов, которые прошли, назовем так, дополнительное образование, которое позволяет им в том числе являться тьютерами. Насколько этот человек будет сто процентов находиться с вашим ребенком на протяжении всего обучения, вопрос. С другой стороны, есть, например, прекрасные коррекционные школы. Я знаю такую прекрасную школу в Тенау в Троицке. Я знаю такую школу в центре Москвы, где детишки-аутисты учатся, где действительно, ну, то есть, реально присутствуют с детьми и педагоги, и тьютеры. И я, как бы, не слышала никогда о каких-то вот сложных историях, да, хотя, конечно, бывают разные случаи, даже, например, когда в классе, опять же, понимаете, это настолько все вот, ну, индивидуально, что ли. Бывают такие ситуации, когда, если находится рядом пять детей-аутистов, например, да, и, как бы, как бы педагог не старался, бывают дети, у которых присутствует агрессия. Если, вот здесь, меня слушают сейчас, ну, как бы, родители, которые имеют таких детей, они понимают, о чем я говорю, да, и эта агрессия, она может быть, ну, как бы, неуправляемая. И, например, ребенок, который более спокойный аутист, на самом деле, действительно, может пострадать от ребенка, который не был. Если там не будет тьютера, то, действительно, ребенок может пострадать, и, и может быть, ну, даже какие-то физические увечья, такое тоже у меня было в практике, когда один ребенок аутист, аутист из Сара, был другого ребенка аутиста в школе, и после этого, в общем, было разбирательство с участием прокуратуры и так далее, и это, безусловно, это, безусловно, в такой ситуации ответственность образовательного учреждения, то есть нужно понимать, как только, чуть-чуть в сторону сейчас отойду, как только ребенок перешел границу, порог школы, это ответственность образовательного учреждения, что бы там ни происходило, за жизнь и здоровье вашего ребенка несет ответственность образовательного учреждения. Значит, если что-то происходит, школа обязана, но в зависимости от того, что происходит, вызвать и скорую помощь, и вас уведомить, и, соответственно, провести проверку. Как правило, если это коррекционная школа, то в таких классах присутствует там видеонаблюдение, и очень часто это видеонаблюдение в итоге снимается и как-то разряжается эта обстановка и так далее. Но вместе с тем, это в любом случае ответственность образовательного учреждения, и это их задача организовать это время пребывания ребенка в школе так, чтобы никто не пострадал. Это тоже вопрос. Я не говорю, что все плохо бывает, все прекрасно, как я вам назвала, да, вот коррекционные школы, где, да, действительно за детьми смотрят. Есть, кстати, хорошая коррекционная школа и в Медведково в Москве, но каждый раз это все очень индивидуально в зависимости от диагноза вашего ребенка, поэтому здесь нужно взвешивать вот эти все, как бы, да, сразу пункты и, как бы, психологическую сторону, да, и медицинскую сторону, и рекомендации, и, как бы, условия, куда вы ребенка ведете. Поэтому, как бы, плюсы, минусы, однозначно в каждом конкретном случае должны решаться непосредственно вами, то есть законными представителями. Так, что еще? Что еще? Кто может воспользоваться? Ну, я уже объяснила, да, что на ПМПК вы можете прийти как по собственному заявлению, так это может вас отправить, да, и медицинские специалисты, и, соответственно, из школы специалисты могут вас направить. Здесь, как бы, такой вопрос, ну, понимаете, если это диагноз какой-то психиатрический ребенка, то тут и говорить, как бы, не о чем, да, если ребенок с детства стоит, там, ребенок даун, например, да, солнечные дети, как я их называю, все их так называют, то, соответственно, эти детки, они, ну, сразу всем понятно, что они будут учиться по индивидуальному образовательному маршруту. Тут, как бы, говорить не о чем, да. Если это какая-то просто корректность, в которой нуждается ребенок, то это можно корректировать не обязательно, например, индивидуальным образовательным маршрутом, а с помощью, там, логопеда, дефектолога и так далее на начальном этапе. И, если вы можете справиться сами, не знаю, насколько нужно это по МПК. Тут тоже, понимаете, вот это все вопросы вашей ответственности и вашего решения и вашего желания. Как бы, другого варианта тут нет. Дальше, значит, как оформляется, я вам уже рассказала. Кто принимает решение, тоже рассказала, что это за вами решение. Это предусмотрено 63-й статьей Семейного кодекса Российской Федерации. Пометьте себе, распечатайте, носите с собой в школу. Значит, я шучу, конечно. Значит, кого нужно уведомить, какой маршрут, значит, опять же, это ваше решение и заявление подается через госуслуги либо мои документы сейчас в электронном формате, а вот на этом федеральном ресурсе вы можете посмотреть основные моменты и в каком порядке и куда какие документы нести в конкретно вашем регионе. Дальше, значит, что ПМПК делает, я уже сказала, да, выбирает форму обучения и образовательный маршрут для детей именно с отклонениями в развитии, да, то есть, когда ребенок по состоянию здоровья не может справиться с общеобразовательной программой. Вот так. Так, что еще? Ну, в общем-то, все дальше. Кто такой тьютер, я уже вам объяснила, это тот человек, который находится рядом с вашим ребенком и контролирует, как его образовательный процесс проходит в конкретном образовательном учреждении. Кто им, может быть, тоже сказала. Про дефектолог, я думаю, все понимают, чем занимается дефектолог. Индивидуальный образовательный маршрут, соответственно, тоже вам уже рассказал. Ну, в общем-то, мне кажется, все, что я хотела вам сегодня сказать, я уже ответила. Поэтому, в общем-то, готова приступить к ответу на ваши вопросы. У нас уже с вами много времени прошло, я смотрю, почти 40 минут, мы с вами разговариваем. Готова отвечать на вопросы. Так, ну что-то меня не слышат сейчас. Марина, да, кажется, отключена. Я здесь, у нас просто есть небольшая задержка по звуку. Да, я тоже готова озвучить вопросы. Минуточку. Первый вопрос был от Алены. Она спрашивает, то есть, надомная форма подразумевает, что учителя из школы приходят домой или удаленно по интернету обучают? Надомная форма предусматривает, она поэтому и звучит надомная, когда приходят педагоги домой. Но на самом деле я сталкивалась с ситуацией, когда частично эти занятия проходят и удаленно, когда ребенок сидит перед компьютером. Опять же, вот понимаете, сейчас объясню, когда выбирается конкретная форма образовательная, значит, школа пишет программу под вашего ребенка. в этой программе должно быть четко прописано, например, что у вас условно три занятия математики в неделю, три занятия русского языка, ИЗО, еще что-то, и в какой форме это занятие проходит. То есть, в очне, когда педагог к вам приходит, либо вы приводите ребенка, причем я с таким сейчас встречалась на надомной форме обучения, либо это проходит вот так вот удаленно через компьютер. Поэтому она может быть вот это надомной и смешанной, поэтому как бы лучше всего, когда вы это выбираете и проговариваете, вы получаете программу, и любой родитель ее согласует, то есть подписывает. Поэтому нужно с ней ознакомиться и понять. В первую очередь это вы для своего ребенка выбираете, как и что будет проходить, понимаете? Спасибо. Вопрос от Петра. Логопед и дефектолог детского сада отказывают в написании характеристики для прохождения комиссии перед поступлением в первый класс. Объясняет это тем, что для школы должны писать специалисты школы. Работают с ребенком именно они. У ребенка сейчас АОП 6 ДЦП подготовительная группа. Писать заявление на имя директора? Да, нужно написать на имя директора, что вы просите подготовить, прям так и пишите, что вы просите подготовить, вот именно вот смотрите, как называется у нас комиссия, да, психолога, медика, педагогическая комиссия. Вот вы просите подготовить психолога, медика, педагогическое заключение, вот именно детский сад вы просите, да, то есть дошкольное образовательное учреждение для прохождения ПМПК. Понимаете, кто-то пишет в форме характеристики, кто-то пишет в форме заключения, но здесь нужно понимать, что помимо вот этого заключения все равно потребуются справки психиатр, лор и окулист. Ну, то есть, это, смотрите, основные моменты, которые связаны с обучением. Понятно же, да, окулист, глаза, насколько ребенок видит, лор, насколько ребенок слышит, и психиатр, насколько ребенок адекватно воспринимает происходящее. Часто начинается с невролога, потому что, как правило, попадает в психиатру после консультации с неврологом. Также Петр спрашивает, при получении программы для детей с года АООП-6 обязательно ли проходить психиатра? Вот вы только что ответили. И он спрашивает, может ли он все-таки отказаться от обследования к психиатрам, если у ребенка ДЦП? И могут ли мне отказать выдачу заключения ПМПК по этой причине? Надо, конечно, видеть медицинские документы вашего ребенка, но, как правило, понимаете, ДЦП тоже бывает разным на самом деле. То есть, бывает, например, я встречалась с детьми, когда при наличии ДЦП ребенок реально стихи читает. Ну, то есть, правда. А другое дело, бывает такая ситуация, когда ребенок при наличии ДЦП совершенно не может передвигаться и лежит. Я так понимаю, поскольку ваш ребенок посещает образовательное учреждение, это не ваша ситуация, правильно я понимаю? Сколько лет ребенку перед школой? Наверное, лет 7-8 получается? Ну да, если вопрос про первый класс, видимо, да. Получается, лет 7-8. Если ходят в образовательное учреждение, значит, это не такая запущенная ситуация. При этом ДЦП связано в любом случае с неврологией, связано с теми врачами, которых я назвала. По перечню документов, которые требуют по МПК, я знаю, что нужно заключение психиатра. При этом как раз вы можете сослаться на закон об оказании психиатрической помощи населению, где вы в первую очередь как родитель даете свое согласие на такое медицинское обследование ребенка. Здесь нужно добиться ситуации, при которой вы сдадите все эти документы, все другие документы, которые требуются этой комиссии. Поставить эту комиссию в ситуацию, когда им придется отвечать. Почему, например, они настаивают на прохождении психиатра и чем это мотивировано. То есть здесь не получится так, что это то, с чего я начала. Именно поэтому я начала беседу с этого, что любая беседа в школе, там, я не знаю, в садике, у врача, вы поговорили и пошли. Все, нигде ничего не фиксировано. А если вы написали это на бумаге, то вы получили письменный ответ. Понимаете? И вот написать на бумаге, это значит, грубо сейчас скажу, загнать в рамки уполномоченные органы, в рамки закона и дать вам ответ, который, они не смогут письменно вам дать ответ, который будет противоречить закону. Вот так. Ну или, скажем, это с наиболейшей вероятностью сложно. Поэтому должно быть письменное обращение. Спасибо. Подскажите, пожалуйста, какие минусы прохождения комиссии? Влияет ли это потом на поступление в университет или колледж? Нет. Такого, понимаете, все зависит от здоровья вашего ребенка. Вот еще раз говорю, что какую цель вы преследуете? Если это связано с тем, чтобы, я не знаю, облегчить просто жизнь себе, сменив программу ребенку, как бы это один вопрос. Если это связано с объективным состоянием здоровья вашего ребенка, да, то это другой вопрос. И здесь речь, например, идет о том, что, я думаю, что, наверное, вот в этом вопрос больше всего заключается, что если ребенок обучается по коррекционной программе, то есть вот программа коррекционной школы, как правило, закрывается чем в большинстве своем? Справкой о том, что ребенок прослушал курс там с первого по девятый класс. Справка. Не аттестат, не экзамены, да, то есть если это сильно идет коррекция, например. И тогда мы говорим о том, что с таким документом ребенок может поступить в коррекционный колледж, где вот он тоже, например, сейчас у моих тоже клиентов ребенок обучается на повара, но у него даже нет, например, студенческого билета. Он не является студентом, он является слушателем курсов на такую-то тему. И понятно, что потом с этим документом он не сможет никуда устроиться на работу. Вообще, если вот по-человечески, как бы, да, не только с юридической точки зрения, я, конечно, всегда призываю вот прям стоп. То есть вот прежде, чем пойти на ПМПК, не поленитесь, пройдите всех специалистов, ну, то есть реально специалистов. Я имею в виду и психолога, да, и, может быть, частного психиатра, если вы боитесь пойти куда-то, да, вот в клинику, где зафиксируют ваш приход к врачу-психиатру, да, и для себя получить какой-то ответ, да, на вопросы, есть диагноз, нет диагноза. Мы же вот об этом сейчас говорим, понимаете, одно дело, когда там ДЦП и справка, МСЭ, и ребенок инвалид. Опять же, какая инвалидность, да, если ребенку действительно нужна упрощенная программа, как я вам рассказала, да, где мальчик уже два года ходит и в девятом классе экзамены сдает. Но это тоже издевательство, на мой взгляд. То есть тут настолько все индивидуально, что никто, кроме вас, все равно вам принимать это решение, да, просто я могу вас как бы соориентировать, да, куда вам, в каком направлении двигаться. То есть вот начать надо с психолога, с дефектолога, с невролога, да, и вот там уже, если не справляются, на мой взгляд, специалисты, психологи, дефектологи и неврологи, они вам говорят, вы знаете, там у вашего ребенка, например, некоррекция, мне кажется, может быть какие-то органические нарушения, да, почему он не справляется. Просто да, я же не говорю, там есть ситуация, когда дети одаренные, там пришел, и там, я не знаю, там с первого там раза таблицу умножения запомнил, бывают же такие дети, правда, есть какая-то норма, есть ребенок, который просто идит в фантазиях, там, да, не важно, причем на какой парте, на первой или на последней, да, но при этом для него можно подобрать просто классным руководителем в школе нормальные к нему отношения, и он будет прекрасно учиться и будет успешно. Все зависит, не знаю, на мой взгляд, всегда от родителя, педагога и к тому, кому вы своего ребенка доверяете. Спасибо. Следующий вопрос. У моего ребенка расстройство поведения перешел в третий класс. Успеваемость слабая, но больше от лени, но из-за поведения рекомендуют переводить на домашнее обучение. Я против. Ребенку необходима социализация. Как быть? Вот об этом я вам тоже рассказала. Очень часто это бывает такая история, когда просто классный руководитель пытается снять с себя облегчить историю и снять с себя ответственность. В этой ситуации вы должны, вы именно вы и только вы должны наладить взаимоотношения с классным руководителем и с администрацией этого учреждения. То есть, если вы видите какое-то предвзятое отношение педагога к вашему ребенку, и что он не успешен, не потому что он имеет какой-то медицинский диагноз, а он не успешен, потому что нет контакта с классным руководителем или с друзьями в классе, или еще в какую-то непростую ситуацию, а может, и не одну в школе попала, а может быть, знаете, опять же, недавно мне звонили, дети там в третьем классе успели подраться в раздевалке, один, значит, другому фингал подставил, одна мама поехала в травмпункт, другая вообще узнала через несколько дней только, что это произошло, ребенок не сознался, да, и вот конфликт произошел, педагог в шоке, там уже вавилянку пьет, говорит, сейчас меня уволят с работы, все это в школе произошло, ужас, какой кошмар, при этом, что конфликт происходит, и все это все равно на обучение детей складывается и на комфортности пребывания ребенка в школе, поэтому, на мой взгляд, уж сколько через мою жизнь прошло детей через комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, такие вопросы должен решать законный представитель ребенка, то есть родитель или опекун с классным руководителем, если не получается с классным руководителем идти к директору школы и решать внутри, если вы не видите каких-то медицинских показаний у вашего ребенка для какого-то такого вот индивидуального образовательного маршрута, да, я с этого начала, что ПМПК это все-таки в первую очередь для тех детей, которые не справляются с общеобразовательной программой, не справляются, да, не потому что есть какие-то моменты в поведении или еще в чем-то, они справляются в силу наличия медицинских диагнозов, если таких диагнозов нет, то это проблема классного руководителя, ее подходы к детям, проблема социального педагога, проблема школьного психолога и ваша. Спасибо. Следующий вопрос. Скажите, заключение ЦМПК Москвы не подходит для регионов, например, в случае переезда? Нет, это не так действует, неважно, где вы прошли заключение, дело в том, что, может быть, это заключение, например, годичной давности, вы приезжаете в другой регион, ребенок идет в другое образовательное учреждение, и прошло уже, я не знаю, больше года, например, с прошлого, все зависит опять от того, что у вас там написано, когда вы должны пройти еще раз, кто дал заключение, ведь это ПМПК, это же не просто направление, опять же, создана программа под вашего ребенка, вы эту программу соблюдаете, если вы находитесь в рамках этой программы, в середине ее, нет никакого основания, чтобы тащить вас на новую ПМПК, только потому, что вы переехали в другой регион Российской Федерации. Спасибо. Если ребенок учится на заочном, промежуточных оценок нет, аттестации помогает сдать родителей онлайн, оценки по итогам неплохие, частными специалистами поставлены многократно подтвержден СДВГ, дислексия, дисграфия, что нести в таком случае на комиссии, если нареканий от школы нет, плохих промежуточных оценок тоже нет, научиться ребенку реально трудно и хотелось бы упрощенную форму сдачи ГИА. У вас должно быть заключение, то есть не только, понимаете, что такое даже та же дисграфия, как она, дислалия, кажется, это такие моменты, которые подлежат коррекции. И вопрос в том, насколько эта коррекция была успешной, что вы для этого сделали. То есть, как вам сказать, просто наличие этих диагнозов, как правило, не основание, то есть это должны быть, помимо всего прочего, характеристика ребенка из образовательного учреждения и заключение все тех же трех специалистов, которых я называла. Лор, окулист, психиатр. Невролог еще иногда бывает. Спасибо. У приемного ребенка нет заболевания, но есть сильная педзапущенность. Предоставит ли школа спецпрограмму для такого ребенка? Если бы это было так просто, то я думаю, не было бы никаких проблем. Дело все в том, что, опять же, это будет ваша задача, насколько эта педзапущенность существует. Единственное, что я могу сказать, вы можете требовать дополнительных занятий, например, на базе школы. Вот это можете. Если есть какая-то педзапущенность, которую вы реально видите, можно обратиться к директору образовательного учреждения, имея на руках документ о том, что у ребенка педзапущенность. Это может написать любой психолог, невролог, потому что именно эти специалисты в таком возрасте определяют, есть у ребенка педзапущенность или нет у ребенка педзапущенности. Должна быть прописана программа, то есть в чем конкретно он нуждается. Например, он отстает на сколько, где и в чем. И тогда вы на основании этих документов идете в администрацию школы и просите, пожалуйста, увеличьте нам дополнительные задания или там бывают сейчас вот эти на продленках, когда с ними занимаются и так далее. То есть требовать вы этого, конечно, можете. Но вопрос, в каком качестве вы это получите и где. Вот и все. То есть кто конкретно будет с ним заниматься. Попросить можно. Спасибо. Здравствуйте. У нас ребенок 9 лет почти. Он у нас приемный, не разговаривает, быстро устает, психует, после стрессов случаются приступы эпилепсии. С этого года он идет в школу на 3 часа 2 раза в неделю. Мы хотели узнать, можно ли оформить его на семейное обучение и что для этого нужно. Он очень замкнутый, боится чужих людей и новые места для него и нового места. Хотели бы для его комфорта семейное обучение. Семейное обучение это только ваша ответственность. Все, что должна сделать школа, это организовать промежуточную аттестацию. То есть это ваше право прийти в администрацию школы и сказать, мы хотим семейную форму для своего ребенка. Они оформляют документы, вы приходите там, ну в зависимости от того, какая программа, там раз в четверть, раз в семестр, у всех там это по-разному, да, издаете вот эту программу. Все, но это ваша ответственность. При семейной форме обучения это вы педагог, ребенку, это вы ему наставник, это вы ему там все специалисты сразу. Школа должна предоставить, грубо говоря, там стул, стол, там ручку с листиком, раз в четверть, когда происходит просто фиксация здания ребенка, которое вы ему дали. Это семейная форма обучения. Ребенок прошел ЦП МПК, программа для детей с ТНР. Рекомендованы занятия с логопедом и психологом. Закреплено ли где-то законодательно? Каким должен быть график дополнительных занятий? Занятия назначают на вторую половину дня после седьмого урока. Все основные уроки нужно посещать. Ребенок утомляемый, истощаемый, не выдерживает такого режима обучения. В заключение невролога берете потом, что он утомляемый, что он не может справиться с этой программой, что там, я не знаю, у него головные боли, носовые кровотечения или еще что-то, но я утрированно там говорю, да, и несете в эту комиссию, кто вам там написал эти дополнительные занятия, и просите нести изменения в этот график. Ну, то есть, например, на выходные или еще как-то там, да, и так далее. Но вот здесь, понимаете, как, тоже такой момент, вам любая школа и, наверное, любое образовательное учреждение, там, доп. образования, скажет, что они, как правило, работают там, с девяти до шести, да, и, грубо говоря, вот в этот период, да, то есть ничего эксклюзивного, вряд ли без оплаты каких-то дополнительных денежных средств частным образом, возможно сделать. Конечно, бывает исключение с правил, когда людям получается этого добиться, но я все-таки реалист, вот, но пробовать вы, конечно, можете. В ПМПК написали тьютерское сопровождение обучающегося, педагогическое сопровождение обучающегося в реализации АООП. Нужен ли тьютер ребенку? Так, написали, насколько я услышала, написали, что нужен. Что нужно? Ну, если он нужен, то, соответственно, школа обязана обеспечить этого тьютера. Отличается ли обучение на дому и очно-заочное? Не утверждают в коррекционной школе, что надомное обучение это и есть очно-заочное и приводить ребенка в школу на занятия. Ребенок с ДЦП не ходячий, с приступами почти не говорящий. Но, понимаете, по сути, опять же, что такое надомная форма обучения? Это когда, помните, когда школа все-таки несет ответственность и когда есть медицинские показания. И да, надомную форму можно рассматривать как очно-заочную, когда ребенок какие-то занятия, я уже об этом говорила, может посещать в школе, какие-то нет. Это зависит от программы, которую ребенку, соответственно, готовят специалисты. Бывают такие ситуации, когда школы не готовы обеспечивать поход специалистов домой к такому ребенку. То есть, как правило, в школах есть, например, три педагога начальных классов, к примеру. И эти же три педагога начальных классов занимаются и такими детьми. То есть, должен быть сформирован так график, чтобы было организовано вот это образование ребенка. Но если ребенок один такой в этой школе, то это будут очень большие проблемы, потому что, как правило, вероятнее всего, им будет сложно вот это все организовать. И когда дети тяжело больные, то школа пытается как бы фиктивно, так скажем, организовать это через эти удаленные занятия. Сидит там в это время ребенок, не сидит, смотрит. Это часто номинально исполняется. Поэтому, в первую очередь, это, конечно, ваша задача организовать это так, как это должно исполняться. И ваша задача найти образовательное учреждение, которое это правильно сделает. Не знаю, ответила я на ваши вопросы или нет, но в целом вернусь назад к вашему вопросу, что надомная форма может быть очно-заочной. Должна быть написана программа. Ваша школа обязана ознакомиться с этой программой, вы ее должны изучить. И вот, если вы с чем-то не согласны, написать школе, что я изучила, но я вот не согласна с тем-то, с тем-то. Вы знаете, у нас вот в рекомендациях по МПК написано вот так, а вы мне предлагаете вот так. Поэтому будьте добры, пожалуйста, приведите программу в соответствии с рекомендациями по МПК. Ну, утрированно, да? Анна спрашивает, с какой периодичностью необходимо проходить по МПК? Ведь ребенок растет, корректируется. Как правило, это делают раз в год. Опять же, все зависит от диагноза и обстоятельств. Встречалось, когда я раз в три года. Как снять ребенка с учета в диспансере АОП на начальную школу? При каких условиях диспансер снимает с учета? Комиссионно снимает. Вы пишете заявление, ваш врач, который вас наблюдает, пишет медицинское заключение на ребенка, собирается врачебная комиссия, где врачи решают, снимается этот диагноз или нет. Насколько было успешно лечение? Это был у нас последний вопрос. Большое спасибо всем за участие. Еще раз вам, Юлия Александровна, огромное спасибо за такой большой пласт информации. Я напоминаю нашим участникам, что мы ждем вас завтра в это же время. На третий вебинар нашей недели мы поговорим уже о выборе школы индивидуальным образовательным маршрутом. Нашим гостем будет Анна Высоцкая, нейропсихолог, образовательный коуч, консультант по выбору школы. Ниже в чате я сейчас выложу ссылку на регистрацию на завтрашний вебинар. Большое всем спасибо. Хорошего вечера. До свидания. Была рада быть с вами. Счастливо. До свидания. Счастливо.